Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Главные темы дня. Дневник Нидерландов. Новый европейский литературный проект, посвященный жившим и творившим во второй половине XIX века женщинам-писательницам Западной Армении. Все политзаключенные Азербайджана должны быть освобождены. Грета Тумберг. Поврежденная в результате землетрясения армянская церковь Супмарям Аст-20 в Западной Армении восстановлена. Сыны Западной Армении Ричард Дончан. Россия и Азербайджан продолжают обсуждать открытие консульства России в Степанакерте. Параллельно с уничтожением армянского наследия Баку проводит также политику исламизации Арцаха. Карно 1901 год. Землетрясение и разрушение церкви Супмаста Цацинь и историческая потеря армянского народа. Новый совместный литературный проект «Дневник Нидерландов» и «Орер Армения Европян Магазин» посвящен женщинам-писательницам Западной Армении второй половины XIX века. Цель проекта на основе документальных материалов пролить свет на благотворительную, образовательную и литературно-культурную деятельность женщинам-авторов Западной Армении. Учитывая контекст истории, будут приведены примечательные особенности, присущие их деятельности, также ценная информация, еще не опубликованная в прессе. Проектом руководит старший научный сотрудник Института литературы имени Манука Абекяна, кандидат филологических наук, доцент Найра Амбарцумян. Все политические заключенные в Баку должны быть освобождены. Об этом заявила шведская политическая активистка по борьбе с изменением климата Грета Тумберг. В связи с началом запланированного в Баку-Кусаммита КОП-29 особого внимания заслуживает также давление на гражданское общество в этой стране с авторитарной властью. Информацию сообщает ЕТЦ. Церковь Сурб Аст-23 Мусалеран в квартале Вагиф-Кюль, поврежденная в результате землетрясения в Хаттае, после завершения работ по реставрации, вновь открылась для богослужений. Торжественная служба по случаю возобновления богослужений состоялась 17 августа 2024 года, день праздника Преображения Господня. Ее возглавил патриарх Саак II. В церемонии приняли участие предстоятель Великобритании и Ирландии архиепископ Герштер Оваким Манукян, Тердарт Кагана Узунян, пастор Циквей Хаттае Аветис Тапашян, председатель фонда Барнабас из Ассийской Православной Церкви Патрик Корепс, Сухтео и паломники. В 16.00 церемония открытия храма началась с радостного звона колоколов. После молитвенной церемонии Сарпазам Патриарх осветил мирой алтарь и икону Господню. Епископ Герштер Оваким осветил алтарные столы и крещенскую чашу Сурб Тадеоса и Сурб Барду Химиоса. Сыны Западной Армении Ричард Дончан. Никто так и не смог убедить меня, что сложное математическое уравнение способно ответить на вопрос, куда движется рынок вверх или вниз, или в сторону. Ричард Дончан, родоначальник популярной системы биржевой торговли, родился в Соединенных Штатах в 1905 году в семье армян, покинувших Западную Армению еще в 1880-х годах. Придуманный им новаторский метод анализа биржевых трендов позволил разработать системы торговли, использующиеся и по сей день. Окончив Ельский университет со степенью по экономике, Дончан сперва занялся семейным бизнесом о продаже ковров. На бирже играл в свободное от работы время. Во время краха 1929 года экономист потерял все свои накопления. Это заставило его заняться изучением биржевых цен и поиском закономерностей их изменения. Дончан продолжил свою карьеру в финансовом секторе, перейдя работать на Уолт-стрит. Во время Второй мировой войны Дончан был призван в армию, где занимался статистикой после уволнения. Запас вернулся в индустрию ценных бумаг и продолжил разработку своей системы трейдинга. Ее уникальность состоялась в том, что она была основана на четких правилах и рекомендациях. Для области, которая славилась своей непредсказуемостью, подобная дисциплинированность оказалась новинку. За годы жизни Дончан опубликовал десятки статей и основал один из первых открытых товарных фондов. Дончана можно смело назвать человеком, опередившим свою эпоху. В частности, он обучал своим методам трейдинга женщин в те годы, когда перед ними были закрыты двери большинства компаний на Уолт-стрит. Доказывая жизнеспособность его теорий, многие из сформулированных им принципов и сегодня используются при операциях на товарной бирже. Россия и Азербайджан продолжают обсуждать возможность открытия генерального консульства России в Арцахе. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол Азербайджана в Москве Полат Бюль-Бюль-Оглы. Россия выразила желание открыть консульство, так как у нас уже есть два генеральных консульства в России, в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. «Учитывая размеры России и количество азербайджанцев, это логично. В Азербайджане, наоборот, работа консульств более ограничена. Однако обсуждения продолжаются и предлагаются различные варианты», – отметил Бюль-Бюль-Оглы. Ранее глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил о возможной подготовке к открытию генерального консульства России в Степанакерте, что вызвало возмущение в азербайджанском обществе. Ровно 11 месяцев назад турецко-азербайджанский террористический тандем вновь развязал масштабную войну против полностью блокированного и находящегося в гуманитарном кризисе Арцаха. В результате республика Арцах была оккупирована, а население изгнано. В ходе войны были атакованы многочисленные гражданские инфраструктуры. Все имеющиеся факты показывают – преступления, совершенные азербайджанскими оккупационными подразделениями за этот период, являются тяжким преступлением против человечности. После полного изгнания армян и временной оккупации Арцаха, Баку разрушил и присвоил множество историко-культурных ценностей – целые жилые кварталы и населенные пункты. Монастырь Чарик-Тар стал мишенью азербайджанского вандализма. Тяжелой строительной и военной техникой были уничтожены вывески, расположенные рядом со многими населенными пунктами и памятниками истории культуры. Недалеко от Степанакерта на одном из холмов близ села Дашушен был снесен 50-метровый светящийся крест. По приказу президента Азербайджана в селе Ванг Мартакертского района Арцаха снесли стену с номерными знаками автомобилей. Проявление вандализма азербайджанца в отношении памятника Степана Шаумяна в Степанакерте. Баку превратил в груду мусора исторические слои церкви XIX века Сурб Аства Цацин Мегрет Сотс Шуши. Азербайджанцы разрушили памятник Хачкар в городе Мартакерт. Азербайджан нацелился на памятники села Ванг Мартакертского района. Уничтожен перешедший под контроль Баку мемориал Большой и Малый Сюник. Этот список неполный и растет в геометрической прогрессии, фиксируя новые случаи вандализма каждую секунду. И все это происходит на глазах христианского мира. Наряду с присвоением и уничтожением армянского историко-культурного наследия, руководство Баку также проводит политику исламизации Арцаха, омбудсмен по культурному наследию Армянского Нагоря. 30 января 1901 года в Вилаэте-Карно-Ирзурум-Карин в Западной Армении произошло разрушительное зимотрясение. Зимотрясение было настолько мощным, что ощущалось как в Вилаэтах-Карно, так и в соседних районах. Зимотрясение 1901 года причинило значительное разрушение Вилаэте-Карно в Западной Армении, в том числе разрушило церковь Сурб-Аст-Ват-Са-Цин. Церковь была важным духовным и культурным центром Карно. Ее разрушение стало большой утратой для армянской общины. Разрушение церкви стало еще одним тяжелым ударом для армян, которые уже страдали от давления османских властей. Этот случай служит напоминанием о многочисленных бедствиях и утратах в истории армянского народа, которые заставили армянский народ сплотиться и противостоять многочисленным трудностям. К сожалению, историческое присутствие армян в этом регионе было полностью уничтожено после совершенного против армян геноцида 1915 года. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok